Телекомпания НТВ+. Вдруг неожиданно пропустил 2. Лишь в конце тайма благодаря голову Кристиана Киву, Интер ушел на перерыв в хорошем настроении. Думаю, что Чезена в втором тайме готова продолжить свое наступление и готова сравнять счет. Посмотрим, удастся ли это гостям. Ну что же, команды потихонечку появляются на футбольном поле. Вот он, тренер Фикаденти. Наверняка постарался найти необходимые слова для футболистов Чезена, потому что вот так обидно. Команда пропустила гол на последней минуте, даже фактически в компенсированную минуту первого тайма. Составы команд начнем с Чезена, раз они первые появились на поле. Итак, в воротах Франческо Антаньоли. Далее линии обороны с лево-направо Лауро, фон Берген, Бенолуан и Чикарелли. Трио центральных полузащитников. Калуччи, капитан команды. Рядом Самарко и Пароло. И, наконец, группа атаки. Два инсайда. Чуть правее Хименес, чуть левее Джеккирини, хотя они периодически менялись местами. Ударный форвард Богдани. Главный тренер Массимо Фикаденти. Арбитр матча Руссо. И вот они, футболисты Интерант. В воротах Лук Кастеллации. Далее обороны слева-направо Киву. Матерация Лусио Майкон. Похожая схема у Интера, что и Чезена. Три Хавбека. Дзанетти, капитан команды. Хавьер Дзанетти. Эстаман Камьясо и Дэйн Станкович. По-первых, мы видели, как эта схема менялась. Этот треугольник. Часто Камьясо оказывался то на позиции опорного Хавбека, то он выдвигался вперед. Наконец, группа атаки. Горан Пандов играет свободного художника. И два форварда. Самой Летоо. И также Диего Мелитто начинал эту встречу. Забил гол. После чего его Леонардо, вот он на ваших экранах, заменил. И вместо Мелитто на поле появился Бьябьяни. Вот такие дела у миланского Интера. Такая случилась замена. Ничего страшного с Мелитто не произошло. Видимо, просто решил поверечь Леонардо Мелитто. Возможно, было небольшое повреждение перед игрой у форварда Интера. Но, в конце концов, милиция на скамейке запасных, точнее, уже на скамейке отдыхает. А Бьябьяни должен его заменить. ЧСН сразу пошла в атаку. В атаку Джектерини падает в штрафной. И желтая карточка молодому итальянцу за симуляцию. Как мы понимаем. Суров и строг арбитр Руссо. Посмотрим на повторе. На самом деле, я думаю, что здесь сложно было не упасть Джектерини. В конце концов, столкновение с защитником Интера случилось. 3-2, Интер впереди. Вот так у нас первый тайм развивался. Много забитых мячей, что, безусловно, приятно. Камьясо. Майкон. Играет назад. И здесь уже бразилец Луссо. Контроль мяча. Далее пас в центр. Модерация. Камьясо. Снова отошел на позицию опорного хайфбека. Луссо пошел вперед. Пас на Пандова. И нарушение правил. Сзади. Подтолкнули Горана. И сейчас штрафный удар. Камьясо у мяча. Далее Майкон. На правом фланге бразилиец. Бьябьяни. Хороший Пастанковича направо. И прострел в одно касание Майкон делал. Но здесь защитники Чезены сыграли уверенность. Снова Майкон. И Интер теряет мяч. От ворот Франческо Антониоли. Сложно его винить в пропущенных мячах. В какой-то степени все три мяча были не берущиеся. Марко Матерация. В первом тайме получил желтую карточку за игру рукой. Там Ясо. Снова Матерация. Пас на Луссо. Пошли в прессинг футболисты Чезены. И положение вне игры здесь уже у города Панково. Во втором тайме, по крайней мере, в его начале не такой серьезный темп, как в середине, особенно в концовке первого. Богдани. Не было там толчка, считай, от арбитера. И Хавьер Дзанетти из-за боковой. Камьяс. Матерация. Щипается. С передачи, но мяч Интер сохраняет Станкович. Пандеф. Развернулся Горан. Далее на Дзанетти. Можно. Дальше на право Майкон. Неугомонима Майкон. Подача не получилась у бразильца. Джекерини. Ябьяни. Интер возвращает мяч себе. Камьясо. Станкович. Киво в штрафной площади прострел. И здесь фон Берген в последний момент уже выбивает мяч на угловой. Фактически от безысходности. Киво автор третьего гола. Великолепно в конце тайма ворвался в штрафную. С позиции левого защитника. На самом деле наигранная комбинация. И гол включился весьма важным и полезным для Интера в концовке тайма. Сейчас у Нерадзуре есть преимущество. Но в принципе Чезена и в первом тайме особо не стремилась мяч получить. Устраивает гостей и игра вторым номером. Майкон. Камьясо. Ябьяни. Безусловно, Чезена будет искать свою удачу именно на контр-отапе. Камьясо. Это Станкович. Да, конечно, Станкович. Прошу прощения. Станкович зарабатывает штрафной удар. Недоволен Станкович тем, что нет желтой карточки. Разыгрывает мяч футболиста Интера. Лусио. И неудачный пас в исполнении Бразильника. Безусловно, у Интера есть проблемы с составом. Мы все знаем о количестве травм Станин и Радзуре. Сейчас давайте досмотрим атаку Чезена. Джекири не на левом фланге. Обыграл Майкон. А вот здесь подоспел Дзанетти. И успел. К мячу не случился угловой сейчас только благодаря стараниям капитана Интера. Лауру на левом фланге и за боковой. Кобьясо. Надо выходить в атаку на Радзуре. И в принципе у них это получается. Майкон. Мяч Интер сохранил. Так вот, по поводу лазарета Интера. Каутиньо, Снейдер, Жулио Сезар. Это футболисты, которые совсем скоро должны вернуться в строй. Ну, программировали в течение двух-трех недель. А вот Самуэль, Вальтер Самуэль, центральный защитник, он выбыл до конца сезона. Если честь, что недавно вернулись в строй Камьясо, Майкон, тот же Мелито. У Интера, конечно, была весьма сложная ситуация, но потихонечку она выправляется. Что касается возможных приобретений на Радзуре, то здесь, конечно, Интер весьма активен на трансферном рынке. И уже одно приобретение случилось. Андрея Ранокки в команде. Молодой защитник, один из лучших центральных защитников Италии. Интер приобрел оставшуюся половину прав на этого футболиста зимой у Дженуа. Помню, что Интер владел другой половиной достаточно давно. Но вот в конце концов в феврале, точнее в январе пришлось Интеру выкупать трансфер. Иначе команда оставалась фактически без центральных защитников. Хронокки и урок Интера уже была презентация этого футболиста. Взяла в 15-й себе номер и совсем скоро должен уже на поле появиться. У него тоже небольшие проблемы со здоровьем. Но такие критичные, поэтому совсем скоро мы уже были в строю. Но, тем не менее, Интер еще нуждается в укреплении передней и линии. И поэтому сейчас активно Масима Маратти ведет переговоры с Удинезой. Главная трансферная цель команды Интер – это Алексис Санчес. Чилийский игрок атаки. Пароло тем временем штрафной. Пас не получается на Джеккерини и мяч потерян. Алексис Санчес – одно из главных, как перед итальянской серии. Ему всего лишь 22 года, великолепная пресса, потрясающая игра за Удинеза. И, как видим, внимание больших команд. Интер предлагает 25 миллионов евро, но там такая любопытная деталь. Интер предлагает 15 наличными и еще 10 миллионов в виде Явьяни. Удинеза не хочет рассматривать вариант с обменом, с доплатой. Удинеза устраивает только наличные деньги, только 25 миллионов евро. Тут, не кстати, для Интера Челси подключился в борьбу за Алексиса Санчеса. И, что любопытно, лондонский клуб предлагает как раз-таки 25 миллионов чистыми за Алексиса Санчеса. Естественно, этот вариант устраивает президента Бо Цо, президента Удинеза. Само Лето тем временем на левом фланге. Стремителен камерунец, снова проявляет чудеса своей техники камерунской. Вот здесь немножко замедлил. Правда, мяч сохранил, обыграл соперника подачи, а вот на правом фланге никого не оказалось. Вот так вот, Челси предлагает 25 миллионов чистым. Мне, естественно, это вдохновило настолько подзо президента Удинеза, что он тут же буквально вчера заявил, что, ну вот, раз Интер и Челси так хотят видеть этого футболиста в своем составе, то мы решили поднять цену на Алексиса. И теперь он стоит не 25, а 30 миллионов долларов, 30 миллионов евро. И вот так фактически с каждым днем цена на Челси, по мнению, подзо растет. Теперь президент Удинеза отпускает его только за 30 миллионов евро. Ну, понятно, что в конце концов цена будет снижена, но тем не менее вот такая любопытная ситуация с трансфером этого футболиста. Интер в атаке Самуэль Этоо в штрафной, но вот здесь Бенолуан и Лауро ситуацию разрешили. Не дали возможность Этоо войти в штрафную площадь. Ну, а что касается возможных потерь Интера в этом межсезонье, то, конечно, отметим Сантона, которым активно интересуется Фиорентино. И будто бы Интер готов отпустить молодого футболиста. Дело в том, что сам Сантон хочет играть. Если ему не так много лет, то он начинает фактически свою карьеру. И, конечно, на этом этапе ему необходима регулярная практика. Интер такого позволить себе не может. Слева у Интера играет Кристиан Киво. Майкон снова на правом фланге. Очень сегодня активен бразилец. Я уже говорил, игра Майкон – это очень важная составляющая успеха Интера. Ну, а завершая тему возможных трансферов в Нерадзуре, есть еще вариант с Эмильяно Вивиано. Мы понимаем, что Лука Костеладзе – это не самый сильный голкипер. И, конечно же, Интер тоже страдает из-за отсутствия Жюлия Сезера. Он, напомню, будет готов только к матчам Лиги Чемпионов против Баварии. Ну, так вот, все это время он играет Костеладзе. Интер хотел бы приобрести Вивиану, который сейчас основной голкипер команды Болония. И, между прочим, половина прав на Вивиану принадлежит Интеру. Но вот сам Вивиану не хочет перебираться в Интер. Дело в том, что Эмильяно стал основным голкипером сборной Италии. И считает, что пока он играет, он, безусловно, имеет шансы привлекаться в сборную Италии. И, конечно же, как только он перейдет в Интер, в феврале он сидит на скамейку запасных, так как выздоровит Сезер, и это ударит по его карьере в сборной Италии. Поэтому здесь сам игрок не горит желанием играть сам. Нерацури опасная была атака на Интера. Правда, сам Лето не пошел на дальнюю штангу. И тренер Леонардо сейчас, насколько я понимаю, готовит замену, потому что активно советуется с помощниками. Видимо, еще одно будет изменение в составе Интера. Кристиан Киеву на левом фланге. Проходит он Самарко. Но вот подать не получается. Кристиана. Лишь аут. А в запасе у Интера сегодня Орландини, Гордобас, Антон, Мунтари, Марига и Аби. Ну, не самая, согласитесь, не самая внушительная скамейка запасных. Бандах. Это Хавер Дзанетти. Багдан подхватывает мяч. Отошел назад. Дамо Форвар Чезене. Автор первого гола. Галучи. Перевод на левый фланг. Джек Кирине. Я же говорю, что Джек Кирине такой феномен нынешней серии. Повторюсь, года три назад Джек Кирине играл на любительском уровне в городе Чезен. Ну, вот так судьба сложилась, что в команде Чезена, когда там выступала в серии С. Нужны были футболисты, и они фактически проявили некий кастинг среди любительских команд города Чезена. В одной из них играл Джек Кирине. Он произвел впечатление на руководство Чезены. В конце концов подписали с ним контракт. И вот так фактически за три года игрок прошел от любительского уровня итальянского футбола до серии А, до матча против колонавского интерна на Сан-Сиро. И любопытно, что до контракта с Чезеной Джек Кирине был обычным человеком. Работал в одной из компаний Чезена, не связанных с футболом. И вот так началась его карьера. Это опасный проход ТО. Конечно, много сегодня получается у камерунца. По крайней мере, обыграть одного, а то и двух, а то и трех соперников легко у ТО получается. И вот сейчас как раз таки был такой пилит, как ТО. Прошел двоих, но вот удар у Самуэля не получился. Нарушение правил. Успокаивает арбитр сейчас Хабьер Цанетти. Любопытная картина. Гаучи. Пароло. Чезена пошла атаковать. Лауро. В Багдане тут же Читерине. Пароло. Гименес. Чикарелли. Прострел. Но здесь Лусио. Технично пятка не отбивает из штрафной. Вот, пожалуй, впервые Чезена в матче так акцентированно атакует не в контратаке, а именно позиционная настоящая добротная атака. И смотрите, сколько времени гости владели мячом и только лишь мне кажется с помощью свиста мяч потерял Джекерини, конечно, с помощью противника. Но тут же мяч нашла Чезена. Майкон на месте. И тут же Майкон пошел вперед. Пробуем с передачей. Не получилось в Бразилии. Снова Джекерини. Монори Джекерини на левом фланге два противного футболиста. Буквально выткнулся Лусио. Левый вид Чезен. Чезен. Дэн Станкович перепасовывается у футболиста интра. и замена готовится у Чезена. на поле на поле сейчас появится Делла Фьори. меняет он Лауро. Сложновато по улице Лауро. Против него сегодня действует Майкон. И фактически Лауро лишен возможности идти вперед. Он занят обороной. к тому же Лауро подустал. Набегался он за час игры. И Делла Фьори. Теперь же он будет противостоять Майкон. Также в запасе у Чезены Кальдерони, Пелегрино, Сигнапия, Кассерто, Будан и Малонко. Запас Майкон играет назад на голки Приместеладзе. Нарушение правил против НТО. Снова он выигрывает единоборство на один раз против Галучи. А Майкон неважно кто в него играет все равно идет вперед. Вот сейчас он потерял мяч в принципе здесь череда. Ашу. Мято Снова Каучи. Делла Фьоре. Джекериньи. Пароло. уже на правом фланге так как Чизене развивается. Хименес. Лучшийся проникающий пас на Богдане Дзянетти оббежал двоих футболистов и вышел на оперативный простор Дзянетти. Бьявья Бьявьяни уже здесь. Немножко замешкался. Бьявьяни. Кабьясу. Кабьясу справа. Штрафной прострел. Это перекладина. Забей сейчас Самой Лето. И тогда наверное уже Интер был бы совсем близок к победе. Хотя с другой стороны один раз в этом матче уже вел два мяча. Все помним чем это закончилось. Вот эта комбинация хорошим баскам. Ясо и здесь это от всей души пробил на силу. Конечно попади мяч в створ без вариантов для Антонио. Самарко на газоне. Дела Фьорре. Пароло сря пошло в обыгрыш. Мяч потерял. Занетти. Этот в общем-то Хавьер мяч далековато отпустил. Чикарелем. 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 Смотрите как. Уже в штрафной площади. Удар. И здесь мяч пролетает рядом. со створом ворот. Или это Хименес. Это Хименес совершил рейд. Прошел метров 15. Даже умудрился пробить. Нам показывает все мое Летоо. По-моему у него какая-то проблемка. Но хочется верить не серьезно. Потому что конечно Летоо сегодня показывает потрясающий футбол. любо-дорого смотреть. Вон Берген. Бену Луан. Делла Фьоре. Вторая замена готова у Чезена. Это Кассерта. Кассерта в громке поля. Круг группа атаки. Сказал я о трансферных целях и о трансферных делах Интера. Наверное стоит рассказать о Чезене. Тем более здесь не менее интересная ситуация. Потому что Чезена как я уже говорил борется за выживание. И команде необходимо укрепление. Тем более скамейка у Чезены не самая длинная. Давайте посмотрим кого-то имеет Кассерта. Меняет он Самарко. Пауэлло. Самарко не был столь заметен. Выполнял больше черновую работу. Вот Фавио Кассерта сейчас в него плечи ложится серьезная. Серьезный груз действует ближе к атаке. Потому что Чезене необходимо отыгрываться. Основная цель Чезена это Адриан Муту. Как это непарадоксально звучит. И что самое любопытное сам Румын в недавнем интервью заявил что единственный вариант в Италии это Чезена. Он хочет в эту команду. Не знаю честно говоря истинных причин почему именно в этот город может быть архитектура или природа устраивает Муту. Но на самом деле наверное все намного банальней. самые выгодные условия контракта будут с Чезене. Но тут все упирается в Фиорентину. Сейчас посмотрим удар. И объяние выше ворот. Фиорентина не хочет отпускать Муту в итальянский клуб. Дело в том что Муту вышел серьезный конфликт с Михайловичем вообще со всей командой Фиорентина и Делли Вали естественно президент клуба выставил на трансфер Адриана Муту. Чезен этим хочет воспользоваться. Но вот Делли Вали категорически против продажи Муту в другой итальянский клуб. Поэтому это главная преграда. Хотя с другой стороны есть вариант муту 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 дождется окончания контракта это случится летом когда Русан перебрется в Чезену хотя команде он необходим именно сейчас зимний трансфер на посмотрим как ситуация будет развиваться еще один любопытный трансфер это Масима Макароне необходим еще один форвард Чезен и вот руководство клуба считает что Макароне это идеальный вариант который поможет команде ну в общем-то группу атаки группу атаки Чезен ищет сейчас футболист штрафный удар Костеллац пробьет его что касается потерь возможных ну конечно самая яркая фамилия в составе Чезен и Амед из молодых футболистов это конечно же Скеллото и многие интересуются в том числе и большие команды Ювентус например но Чезен категорически будет его отыскать в зимнее трансферное окно но здесь я так и предполагаю что в конце концов команда его сохранит а что касается желания Чезена покупать футболистов именно группу атаки то здесь оно вполне понятно до этого матча команда Массимо Фикадетти забила всего лишь представьте себе 13 мячей в 19 матчах это конечно ужасный результат просто ужасный худший в итальянской серии А поэтому безусловно в атаку футболисты Чезен необходимы Галучи направо Чикарелли штрафную площадь здесь Пароло не затягивается Павер Дзанетти неугомонимы Дзанетти и это классный пас направо Майкон на месте правого нападающего Майкон в штрафную Пандев снова Майкон удар Антониори на месте Думаю Думаю будь мяч поворотом и удаление удаление Джакирини какой обидный момент для футболиста Чезены как же обидно Эммануэле Джакирини Видите неопыт точнее отсутствие опыта и вторая желтая карточка не нарушал правила Джакирини в этом матче недоволен Фикаденти понять его можно две желтые карточки буквально из ниоткуда возникли ну здесь понятно судья действовал фактически по правилам удар после свистка и желтая карточка вот первая желтая была за симуляцию повторюсь на мой взгляд там немножко поторопился Руссо предъявить предупреждение Джакирини здесь конечно же офсайт был пусть и весьма спорный не знаю слышал ли Джакирини или может быть опять-таки из-за отсутствия опыта решил доиграть эпизод забить ворота Интере на Сан-Сиро но в конце концов все это весьма печально закончилось для Чезены как же жаль Эммануэля Джакирини хороший у него был матч в целом но вот так он неудачно закончился удалением в матче против Интера замена Ябьяни обратная замена действительно не вошел в игру молодой футболист Интера Ябьяни отправляется отдыхать и вместо него Джоэль Би осталось Чезена в десятером это конечно серьезный удар для команды Фикаденти тем более повторюсь удален весьма важный игрок в теменном группе Атак нарушение правил Калучи еще одна готовь замену Чезена по-моему громкий поле игроку да Гименес свистит естественно Сансиро Делать Йоре подает и подача не самая удачная Игорь Будин это безусловно игрок группа атаки нападающий ударный форвард ну понятно что терять в принципе нечего сейчас Фикаденти надо надо пускать игроков по атаке ну а тем временем Интер близок к тому чтобы завить четвертый гол и каким-то невероятным образом в горам пандов бьет выше ворот Оби все делал классно и пас был неплохой но вот удар у пандова не получился Игорь Будин Луис Еменес поле покидает автор голевой передачи шикарной голевой передачи на Джеккерине Игорь Будин посмотрим сумеет ли он себя проявить теперь фактически играет Чезена в двух центрах форвардов очень любопытно вообще Фикаденти очень интересный специалист массива Фикаденти это по сути первая серьезная работа в итальянской серии до этого он много работал в серии Би в серии Чи но вот сейчас он работает в главном итальянском чемпионате и наверное можно отнести его к весьма перспективным тренером всего лишь 60 43 года продолжение 43 года 67 года рождения Фикаденти понятно что специалист молодой и интересный вообще этим отличается Чезена в свое время в этой команде или с основной командой или с Примаверой работало очень много в будущем известных специалистов в частности Ориго Саки начинал в Чезене в Примавере Чезена вообще любопытно что Примавера Чезены дважды выигрывала чемпионат Италии это очень серьезный результат не каждой команде тем более с такими скромными возможностями удается это сделать но вот Чезена в свое время это сделала Будан паста Богдани Богдани замешкался форвард но Пароло мяч подхватил еще одна подача на дальнюю штангу еще один наброс опасные моменты здесь ни Богдани ни Будан и ключа не дотягиваются стяжная атака Чикарелли Казерта подает штрафную игра рукой игра рукой еще момент и Кастеллацы на месте игра рукой была но судья посчитал что она была неумышленной шикарный момент у Чезены команда очень была близка к тому чтобы сравнять что-то в этой игре еще раз смотрим так конечно же мяч попал в руку Кристиану Киву это очевидно посчитал арбитр что игра была рукой случайной ну а потом уже Будан не сумел точно пробить поворотом Кастеллац так что возвращаясь к тренеру Фикаденти хочется верить что это начало серьезной карьеры еще одного в будущем сильного итальянского тренера ну помимо Саки в Чезене работали Вичини и Баньори тоже самый последний тренер еще момент Будан удар и здесь мяч попадает в сетку с внешней стороны вот так за последние пару минут два очень опасных момента и напомню Чезен играет в меньшинстве Парова классный пас здесь Будан бил в ближний угол успокаивает Леонардо своих подопечных такое ощущение что Леонардо ну вот если нам покажут очень часто перемещается вдоль технической зоны будто бы сам еще играет в футбол бегать по своей бровке любимой но это конечно же не так просто такая степень волнения у наставника Интер Дэн Станкович на Настя Банакамбьясо потеря мяча Делла Фьоре и здесь подвела техника Богдан вот заметьте снова Леонардо вдоль технической зоны и все время все время в движении что-то пытается объяснить своим подопечным ну для него работа в Интере это безусловно вызов это безусловно важнейшее событие потому что наверное мало кто мог предположить что когда-либо миланист Леонардо который отдал чуть ли не 15 лет своей жизни красно-черным цветом окажется в стане злейшего врага Интера но так случилось на самом деле в этом наверное виноват сам Милан и Сильва Берлускони потому что в какой-то степени когда Леонардо покидал Милан в прошлом году ушел он со скандалом и в принципе Леонардо довольно скромный человек довольно воспитанный никогда не говоривший не говоривший плохих слов в адрес своих руководителей партнеров по команде и так далее но вот покидая Милан все время Леонардо заявил следующее что нарцисс видит самое красивое только в зеркале это он намекал на насилие Берлускони и говорил о том что говоря о том почему он покинул стан Милан действительно был конфликт с Леонардо Берлускони это всем понятно а что касается его появления в интере то это конечно же не месть Берлускони это просто хорошее отношение с Массимо Маратти еще в бытность футболиста я уже говорил Леонардо очень воспитанный человек он культурный человек у которого замечательное отношение с большинством итальянских функционеров агентов и так далее поэтому в принципе не было никогда врагом Массимо Маратти а даже наоборот считается его хорошим приятелем видимо поэтому Леонардо и в интере Кристиан Кио в атаке интер пытается в концовке матча забить еще один гол чтобы окончательно игру успокоить 3-2 интер впереди Чезан играет в десятером что любопытно ну конечно же Леонардо еще и тренер приличный хотя здесь есть некоторые вопросы есть серьезные споры в Италии но повторюсь думаю что вот хорошее отношение с Маратти интеллигентность Леонардо позволили все качественно возглавить миланским интер Хавьер Дзанет на правом фланге легко обыграл Милуана по штрафную нет под удар Станковичу и удар у Дейна не получается нарушение правил Богдани и сейчас замена Гором Панды в поле покидает Македонский форвард и вместо него Иван Гордов но это вы знаете весьма показательный момент вместо чистого форварда выходит настоящий центральный защитник без претензий на атаку Интера сейчас переходит на игру в три центральных защитника фактически причем против команды которая играет между склей и у которой удален как раз таки игрок группа атак Самуэлета вернулся на позицию центр форварда нарушение правил очередная желтая карточка в матче Йохан Бенуан ее получает ну не знаю будут ли претензии к арбитру сегодня у футболистов Чезена ну конечно удаление Джеккирини не позволяет сейчас Чезене больше думать об атаке так стандарт Майкон и мяча немного футболистов Интера чужое штрафное всего лишь четыре человека подача Майкона неудачно Джанетти представьте у него 37 лет весь матч отпахал буквально Хавьер Джанетти и подача хорошая здесь модерация для него мяч долетел но Марко его сохраняет а возвращаясь к теме Леонардо естественно в Италии обсуждают почему Интер при Леонардо стал выигрывать выигрывает и в кубке и в чемпионате многие считают что тут несколько причин прежде всего Леонардо поменял тренера по физподготовке действительно видно как Интер сдышал легко команда забегала что очень важно ну и также основной момент который сумел привнести привнести Марати в Интер это безусловно настроение в раздевалке настроение команды мотивация команды здесь конечно проблем никаких нет ну и плюс конечно повезло немного Леонардо что вот те футболисты которые были травмированы как я уже говорил Это Майкон Кампьяс что они выздоровели и сейчас играют ключевую роль в стане Нерадзу итак штрафной удар очередной Кристиан Киво подача мяч до Луси не долетает Майкон Это снова проявляет свою технику вот здесь обыграть не получилось хотя с другой стороны угловой тоже весьма неплохо очень симпатичное впечатление оставляет команда Чезена безумно интересная команда напомню что это ее дебютный сезон в серии А долго команда играла в серии Б в серии С и вот сейчас возвращается в главный итальянский чемпионат и в принципе как я уже говорил выглядит весьма неплохо по крайней мере смотреть матчи Чезена интересно подача в штрафную мяч выбивается и здесь уже четыре футболиста интро против Будана обеем нарушение точнее аут между прочим владельцем Чезена является довольно молодой человек сейчас давайте досмотрим атаку интера очень грамотно сыграл побежал Чезена вперед на всех парах ну вот здесь конечно не хватает не хватает Джекирини который атаку разгонял Чезены Пароло тоже он подустал Марко Пароло хороший у него матч получается но Хабьер Дзанетти сегодня буквально не проходил такой госпрезидентом команды Чезена является молодой Игорь Кампиделли которому всего лишь 37 лет владелец команды но вот самое главное самое любопытное в этом Кампиделли что он является настоящим фанатом Чезена все дело в том что он исторически с самого детства болеет за эту команду он не приметит какой-то серьезной династии итальянской просто обычный болельщик обычной кифозии сумел стать серьезным бизнесменом в области строительства сделал себе капитал и вот так в 2007 году приобрел команду Чезена и тогда команда играла в серии Чи за три года сумел из этой команды сделать крепкого середняка итальянской серии это конечно достойно самых теплых слов Хаверт за нети неугомоним на правом фланге набирает скорость свободная зона перед ним рвется вперед вот пас не получается на самуэле ЭТО пошло компенсированное время три минуты добавляет арбитр матча Руссо ну действительно были задержки правда голов во втором тайме так и не случилось пока не случилось Фонберген ну пора уже Чезенин идти вперед по-настоящему просто таким навалом тем более есть и Буден есть и Богдан и удар Будена выше ворот выше ворот Фикаденти конечно разочарован конечно неприятные события во втором тайме удаление а так в принципе наверное Фикаденти своей командой может быть доволен Майкон из боковой пошла последняя минута этого матча Кастеллацци за пределы поля Белофьоре нет нарушения правил считает Руссо хотя очень спорный момент можно было и дать стандарт Кристиан Киеву на левом фланге Стабан Камбьясо сейчас уверенный контроль мяча убивает время Интер и абсолютно правильно делает Майкон на правом фланге Дэн Станкович в центре Интер завершает матч в атаке что весьма характерно команда пусть и столкнулась с трудностями в этом матче но на правильном пути пятая подряд победа Интера во всевозможных турнирах и это безусловно очень хорошее начало карьеры бразильца Леонардо во главе миланского Интера 3-2 Интер выигрывает у Чизена классный матч мы с вами посмотрели на Сан-Сиро спасибо большое командам особенно за первый тайм да и в целом игра получилась весьма любопытной и познавательной для вас игру на НТВ плюс комментировал Нобель Арустамян всем спасибо всего хорошего до свидания